Вот я оттуда сказал! Дурочек, свет не будем включить, б***ь! А про что тебе свет? То есть все, я к участковому... Не ну иди, сними на камеру, б***ь! Угу, угу. Ну и что дальше? Что еще мне сделать? Дальше что? Что еще мне сделать? Что дальше это делать-то? Что мне еще сделать? Тебе что сделать-то? Вон туда вы на выход иди. 3000 рублей штрафа выписал за такие слова суд в отношении Виталия Котельчука, председателя СНТ ОПТ-3 год назад. Просьба к нему от семьи Демьяненко была проста. Оставить электроэнергию на зиму. Антимонопольная служба края и прокуратура района согласились с законностью такого требования. Доводы вашего обращения о незаконном отключении электроэнергии на зимний период в СНТ ОПТ-3 в ходе проверки нашли свое подтверждение. С целью устранения нарушения председателю СНТ ОПТ-3 вынесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Приезжал инспектор, отключал трансформатор, пломбировал. Они где-то пришла 20-й или 19-й, по 30-й сентября. Я говорю, все, пломбирование же я не буду теперь. Они сошлись на то, что они вроде бы как писали не заявление, никакого заявления. Так вот, не могу, что формится, что угодно могу говорить. На эту зиму электроэнергию семье Демьяненко все же оставили, поскольку трансформатор не стали пломбировать. Однако на одном из прошлых собраний этот конфликт между конкретной семьей и председателем развернулся еще шире. И оскорбления последовали уже от семьи Демьяненко. Как утверждает последнее, председатель НАТО спровоцировал. За это Евгений, глава семьи, поплатился штрафом в 3000 рублей. Ты почему меня оскорбляешь, Украина? На каком ты основании здесь? А? На основании чего ты меня оскорбляешь? Меня говорили, то есть члены правления подписали, что я его оскорбил на собрании, типа на зал Бандеровича, нацист. Хотя это неправда, я на суде это доказал все. Но суд, тем не менее, они меня там слушать не стали. Сейчас в конфликте с председателем уже более 10 семей. Идут судебные тяжбы. На этот раз повод повышения членских взносов более чем на 20% и переизбрания на новый срок Виталия Котельчука. Инициативная группа считает, что он снова стал председателем. Незаконно. Голосование было с помощью поднятия рук. Кто-то поднимал руки, кто-то не поднимал. Но этого вопроса не стояло на собрании о перевыборе председателя. Он просто сам сказал, что никто не идет работать, пойду я. В УРМа не было. Человек от силы было 80 на собрании. И не больше. В садоводстве членов порядка 580 человек. Гораздо меньше. Присутствовало на собрании 290 человек. Когда у нас кворум не набирается, то есть голосование проходило, кворум они, тогда переходят уже в заочную часть собрания. Был определен срок, до какого момента, до какого дня и времени необходимо сдать бюллетени. Эти бюллетени были сданы. Ряд садоводов утверждает, что не хотят видеть Виталия Котельчука на посту председателя, потому что в СНТ не решается ни одна проблема. Плохие дороги, к примеру, по их словам, осенью и весной люди засыпают самостоятельно. Хотя взносы в товарищество платят все исправно. Также жители беспокоят некоторые старые деревянные опоры ЛЭП. Однако, кроме обещаний по замене, ничего не последовало, утверждают садоводы. Газ подключать председатель тоже не спешит. Газовая служба, естественно, ответила, обратитесь к председателю, что он должен собрать все документы, пакет документов и предоставить им. Но мы прошли, люди, инициативная группа пошла к председателю. Председатель сказал, я ничего делать не буду. Делайте это сами. Как хотите, так и делайте. Надо, надо, чтобы дом был, прописка была. Понимаете? И каждый, идеально, насколько должен заключать, с ними договор. Как долго продолжатся споры между дачниками и председателем, вопрос на данный момент риторический. Юрист председателя считает, что нынешний суд касательно легитимности нового срока Котельчука закончится. Скорее всего, в пользу нынешнего руководителя СНТ. Но люди готовы биться до конца. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, Дмитрий Денисов. День с толком.